Какая красота! Это реально трендовый продукт. Любой сможет с ними подружиться. О боже, российский бренд. Это вам, конечно, не подводка, но все равно она мне нравится. Здравствуйте, мои любимые бьюти-котики и бьюти-кошечки. Меня зовут Юлия Сизых, я профессиональный визажист и бьюти-блогер. И в сегодняшнем видео мы с вами поговорим на такую интересную тему, которую, кстати, вы мне предложили, спасибо вам огромное, весенняя косметичка. Я вам расскажу про свою самую-самую любимую косметику, а также про те новинки, которые туда уже так прокрались, неплохо там обосновались. И очень мне понравились, поэтому есть чем поделиться, что вам рассказать, что посоветовать. Давайте скорее приступать. Первым делом хочу вам рассказать про вот такой бальзам для губ от бренда Сергея Наумов. У меня он в потрясающем черном оттенке. Но, кстати, несмотря на то, что он вот такой черный, в принципе, он, видите, на своче черный цвет не дает. И на губах тоже. Он скорее затемняет оттенок губ. Немножечко делает его более ярким. Там есть и четыре других оттенка, просто без цвета. Там есть лаванда, розовый, мятный, по-моему, цвет. В общем, я думаю, что на любой вкус. Но что я хочу рассказать про свои впечатления. Я в этот бальзам настолько влюбилась, что целуюсь с ним каждый день. И сейчас вы, возможно, не поняли, в смысле целуюсь. Может, вы не знаете об этом. Я, в общем, раньше бальзамами подобного плана немножко брезговала в баночках. Потому что надо вот пальцем набрал, потом на губы нанес. Но недавно я узнала, что можно такие бальзамы наносить вот так. Поэтому это очень удобно. Это секундное дело. Миллисекундное, возможно. Можно человаться поплотнее. Наносить побольше. Можно же, конечно, использовать пальчик, если он нужно куда-то хорошенечко добраться. Или вам так удобнее. Но в целом бальзам потрясающий. Не только удобство его использования, но и то, что он потрясающе увлажняет, напитывает губы, делает текстуру более ровной. Очень пролонгированные эффекты этого увлажнения. Здесь вот масло авокадо, которое мне очень подходит и нравится. Оно действительно здорово воздействует на кожу губ. И это может быть классная подготовка для того, чтобы потом делать макияж губ. Это также может быть в принципе макияж губ, да, если добавить немножко карандашика. И также это может быть, знаете, такая сос-маска, когда губы очень сильно высохли. Можно нанести пожирнее на ночь и губы очень здорово восстановятся. Все ранки заживут. Черный оттенок брутальный. Классный. Мне кажется, молодым людям даже понравится. Подойдет. Можно в качестве подарка преподнести. Очень приятный мятный холодок на губах остается. Но, знаете, я вот мяту-мяту не очень люблю. Он совершенно деликатный. Он скорее создает ощущение чистоты, свежести, легкости, но никак не холода. Просто такой мятный шлейф. Вкуса не имеет, блеска практически нет. Поэтому мне и кажется, что это классный унисекс-бальзам. Просто прелесть. Могу вам только посоветовать. Кстати, банка вот эта очень крутая, стильная и легкая. И при этом здесь 15 миллилитров средства. Так что я думаю, это надолго. Дальше давайте наносить тональный крем. Здесь я вас, возможно, не удивлю. Потому что по-прежнему я так обожаю тональный крем от Натальи Шик. Больше всего именно вот этот, который Velvet Cover. Ой, у меня рука так увлажнилась от бальзама. Кстати, наверное, можно его еще на кутикулу наносить. Так выглядит оттеночек 101 Cotton. И это восхитительный тон. Лично, на мой, конечно, субъективный взгляд, мне он сейчас очень нравится. Больше всего подходит. Единственная проблема, что его сейчас просто нет в продаже. Поэтому я вам заранее о нем рассказываю. Потому что скоро, вроде как, он должен вернуться в продажу. И если вы хотели его попробовать, будьте наготове. Давайте договоримся, что когда он начнет продаваться снова, я вам в телеграм-канале об этом расскажу. Вместе побежим покупать. Почему мне лично так нравится этот тональный крем? У меня сейчас кожа немножечко какая-то обезвоженная. У меня в городе очень сухо. При этом она все равно уже склонна к жирности. В общем, какое-то вот это непонятное состояние кожи. Она капризнючая. Вроде как на ней ничего не выглядит симпатично. Все куда-то какие-то поры проваливаются, какие-то шелушки. А этот тональный крем просто делает из кожи конфету. На мой взгляд, он подходит больше к коже, которая такая нормальная. Нормальная, но чуть-чуть склонна к жирности или чуть-чуть склонна к сухости. Без каких-то особых перегибов. Держится он у меня даже без припудривания целый день. Это фантастика. Подходит он также, конечно, и для макияжа антиэйдж, но только в случае, если нету сильной склонности к сухости. В общем, домазываю последние его капельки. Вот смотрите, это без тона. И вот это с тоном у нас. Огромное у меня удовольствие доставляет вот этот вот какой-то красивый, такой холеный блеск. Свечение, но без жирности. Намазываю последние капельки. Очень жду его возвращения. Ну и, конечно, другим Perfect Liquid Foundation тональным кремом от Chic я тоже пользуюсь. Просто он меньше подходит, чем вот этот. Вельвет прям идеально вроде как и держится. И при этом увлажняет. И при этом холеный вид вот этот придает. Вот этот предыдущий тон, он больше на лето мне, наверное, подходит, когда уже точно нет сухости кожи. То есть он подходит к коже, которая скорее склонна к жирности, чем к сухости. Этот более универсальный, если что. Дальше хочу вам рассказать про свой любимый консилер. У меня их даже два, потому что один старенький, а другой новенький. Я только что заказала. Это Manly Pro Perfectionist. У меня самый светлый оттенок, который называется CNC 0. И у меня, по-моему, больше 30 в данный момент консилеров. Поскольку я каждую неделю уже покупаю новую косметичку. Поэтому у меня этих консилеров завались. Но я все равно, представляете, при этом пошла и купила себе новый вот этот. Потому что он настолько потрясающий. Так мне сильно нравится. Постоянно к нему тянется рука. Вот этот мой старичок, я сейчас попробую из него еще что-нибудь вымазать. Но, по-моему, он уже полностью закончился. В общем, почему он мне так сильно нравится? У него потрясающая высокая степень пигментации. У него очень много пигмента. Это, кстати, было вот в этом тональном креме от Chic такая же штука. Но в новой формуле, вот в старой банке, там много пигмента. А вот в новой формуле и в новой банке поменьше пигмента. И знаете, в чем дело? Это, конечно, немножко мои домыслы, поскольку я не производитель косметики. Надеюсь, пока что. Но, в общем, пигмент это очень дорого, насколько я понимаю. Поэтому крутой пигмент и его большое количество, это классно. А может, просто мне нравится. Ну вот нравится мне, как-то средство пигментированное. И нужно добавить его совсем немножко, совсем капельку. Вот я чуть-чуть буквально нанесла и все. Уже под весь глаз можно растянуть и перекрывается при этом. Знаете, ну, чуть ли не 110% вместо 100%. Просто очень красивый, укрывистый консилер, который при этом еще и не сушит кожу под глазами. Совершенно. Даже в те моменты, когда она у меня очень сухая. То есть мне он подошел потрясающе. И он замечательно универсальный. То есть он подходит не только в область под глазами. В принципе, как база по тени он тоже отлично подходит. Потому что он такой тоненький. Его совсем, вот я остатками на пальце уже прохожусь по веку. Уже прям совсем чуть-чуть добавляю. И уже выравнивается оттенок, да. Но он еще и подходит на покраснение на лице. То есть вот здесь вот, где у меня уже кожа более такая жирная. Где нужно держаться крепко, он все равно держится. Я, кстати, забыла называть цены на косметику. По-моему, вот этот он сейчас стоит около 1300. Вот этот 1700 стал. Но это может в золотом яблоке. Наверняка в каких-то местах он тоже 1300-1500. И консилер я покупала в золотом яблоке на днях за 1300 также. То есть это такой middle сегмент. Но по ощущениям он не хуже, а даже получше, чем некоторый люкс. Я, например, так и не привыкла к консилеру от Dior. Не смогла его использовать. Толстая текстура и пигмента, например, мне не хватает. В общем, я вам так советую Manly. Пишите в комментариях, если бы попробовали. Для меня это сейчас самый главный мой косметический продукт. Могу просто нанести его на все лицо. Там, где мне необходимо скрыть какие-то покраснения. И все. Если у меня нет времени делать макияж, то вот так вот освежаюсь и бегу. Он отлично подстраивается под текстуру кожи, под цвет мой. Легкий, незаметный, стойкий и при этом суперкроющий. Дальше давайте поговорим про брови. Прижился у меня в косметичке вот этот карандашик от Guar. Какой у меня оттенок-то, кстати. Блонд. Вот такого цвета. Кисточка здесь тоже очень славная, мягкая. Расскажу вам, почему он у меня сейчас в любимчиках. Во-первых, у него достаточно симпатичный оттенок. Мне сначала показалось, что темноватый. Но нет. Из-за того, что его можно растягивать и тушевать, он хорошенький. Он достаточно пигментированный, опять же. И поэтому он очень медленно тратится. То есть, да, он стоит около 1000 рублей. Но при этом из-за того, что он так долго расходуется. Не так, как вот эти карандашики обычно. Знаете, я люблю слематику Catrice. Но он за две недели заканчивается. Здесь я очень часто им пользуюсь. Но его и все еще достаточно много. Он потихонечку-потихонечку передается, переходит на кожу. Конечно, давить на него сильно не стоит. Но, тем не менее, он прям легкий в использовании. И при том, что не так уж легко отдается пигмент, он кожу не царапает. Он не сухой. Ну и он классно растушевывается. Поэтому брови получаются очень аккуратные, натуральные. И вот одно удовольствие им пользоваться. Очень быстро, очень деликатно. И достаточно долго он расходуется. Я, честно скажу, не фанатка Гуар. Не в негативном плане, а прям реально. Ну, в смысле, я не слежу за ее особо творчеством. Не подписана на нее в каких-либо социальных сетях. Но косметику, мне кажется, она прикольную сделала. Пользуюсь с удовольствием. Выглядит она красиво, стильно. Ну и да, брови по стойкости тоже замечательно держатся так вот в течение всего дня. Лично меня реально подкупают те карандаши, которыми мне легко пользоваться. И вот этот именно такой. Когда вот набегу, сильно не стараясь, я полностью уверена, что у меня точно получится красивый макияж бровей. Так что я не пропагандирую. Я вас не призываю. Покупать, может быть, для вас это какая-то ненормальная стоимость для продукта для бровей. Мне правда нравится, я вам честно рассказываю. По поводу геля для бровей. Вот очень часто у меня тянется рука к этому гелю, который называется Броу Бар. Это от Шик. Шик Про. Называется он Супер Фикс Джел. Это не тот, который был первый, такой более уходовый. Это именно Супер Фиксирующий. Вот так выглядит у него щеточка. Не такая она, не очень большая. Но мне она удобная. И я просто обожаю, как он раскладывает. Опять же, сочетание геля и этой щеточки потрясающе раскладывает. Каждый волосок, волосок к волоску. И я вот за Натальей слежу с тех пор, когда она еще ездила с мастер-классами. Я участвовала, прям приходила как ученик на ее мастер-классы по бровям. И она королева бровей. И вот в этом продукте прямо квинтэссенция этого королевства. Понимаете, вот реально чувствуется, что рука мастера я бы делала. Или выбирала. Понятно, что я там сама эту формулу не замешивала, не сидела. Но это просто именно такие брови, которые меня восхищали. И до сих пор мне нравятся. И они получаются благодаря этому гелю для бровей. Они пушистые, они легкие, они натуральные, очень юные, очень приятные. И держатся действительно очень долго. До самого вечера абсолютно так вот хупс и фиксирует. Но чувство вот, что брови аж стянуло от этого геля, этого чувства нет. Мне так нравится больше. Стоит, по-моему, около 300 рублей сейчас этот гель. Поэтому он очень доступный. Продается я видела и на Wildberries официально. Ну, конечно, на сайте Натальи. И думаю... Вот, кстати, в Золотом яблоке я его не видела. Ссылочки, как всегда, оставлю вам в описании. Так что смотрите там. Дальше переходим с вами к бронзеру. Вот летом, когда еще не успела загореть, нужен, конечно же, ну, лично мне, бронзер. И мой любимый, за которым я чаще всего лезу в свою косметичку. Это вот такой вот бронзер жидкий от Сергея Наумов. Да, восхитительно минималистичная упаковка. Очень классный, красивый оттенок. Без рыжины. Если вам все бронзеры прям рыжие и оранжевые не нравятся, обязательно попробуйте этот цвет. Он называется Hot Stuff. Нейминг, кстати, классный вообще. Во всем бренде очень классный нейминг. И это суперлегкая, просто легчайшая текстурка, которая меня покорила так, что у меня уже, кстати, практически, я уже, знаете, так выколупываю, потому что скоро уже закончится. Да, осталось буквально на донышке вот такое вот количество. Потому что, опять же, этим бронзером очень легко пользоваться. То есть вы, например, нанесли вот так вот кисточкой, можно еще немножко на нос, а тушевать этот продукт можно тем угодно. Хотите? Можете тушевать его даже пальцами. Можно, конечно же, спонжиком. Можно растушевать кисточкой, которой вы наносили тональный крем. Он в любом случае максимально легко растушевывается. И видите, оттенок такой супер лайтовый. То есть вы не переборщите. У вас точно не будет ощущения, что вы такая, ну как мы часто говорим, загорелая куршка. Очень деликатный, естественно. При этом это, конечно же, люкс. Поэтому здесь идет уходовый компонент. Здесь, например, масло авокадо, которое защищает кожу, увлажняет, заботится о ней. При этом в бронзере есть такие мельчайшие, светоотражающие частички, которые придают коже деликатное сияние, идущее прям как будто изнутри. Невозможно никаких отдельных блесточек разглядеть, их просто нет. Но совершенно очевидно, как красиво подсвечена кожа, и как она сияет. Плюс не подчеркивается при этом рельеф кожи, и этот бронзер очень здорово держится. Так что я этого любимчика, конечно же, снова повторю. Тем более, что до 22 апреля в интернет-магазине Сергей Наумов наша любимая акция Beauty Mathematica. При покупке двух товаров вы получаете четыре, при покупке трех – шесть, при покупке четырех – восемь. В общем, каждый второй идет в подарок. Это, конечно, огромная щедрость и прекрасный шанс на покупать всего, чего так хотелось. Я вам сейчас по ходу действия расскажу несколько своих других любимых позиций из бренда. У бренда Сергей Наумов очень красивый интернет-магазин, там все сводчики, все как реально выглядит в жизни, а не так, как иногда бывает. Там красивые фото, подробные описания, бесплатная доставка. Поэтому, если вы хотели попробовать этот бренд, или вам тоже, как и мне, что-то нужно докупить, переходите, пожалуйста, по ссылочке в описании и закупайтесь такой красотищей на весну. А дальше давайте с вами нанесем вот такие вот румяшки. Вот это новинка в моей косметичке. Почему-то у меня случилось с этими румянами любовь с первого взгляда. Это Love Generation. Вот первое, что я у них углядела, эти румяна такие прикольные, что у них вот это вот какой-то брелочек. Оттенок я взяла 0,3. Он выглядит прям видным на фотографиях. Но по факту это достаточно нежный, приглушенный, розовый такой, теплый, причем розовый в жизни. И на коже он раскрывается вот так. Его нужно наносить совсем немножко, этого продукта, чтобы не переборщить. На глаза тоже нанесу, и на центр носа, как я люблю, на боковые стороны лба. И что касается этих румян. Их еще кто-то любит наносить в качестве тинта для губ. Мне не очень нравятся ощущения на губах почему-то. Хотя выглядят они реально там красиво. Короче, стоит эта штука, по-моему, 300 или 400 рублей, что-то такое. Все цвета классные. Я выбрала просто тот, который реже всего покупаю, чтобы нам было интересно. Посмотрите, какая пигментация. Тут, конечно, надо чуть-чуть иметь сноровку. Не так просто ими пользоваться. Но румяна, правда, очень красивый. То есть мне и цвет этот нравится, и финиш какой-то деликатный. И несмотря на то, что упаковка такая маленькая, но из-за того, что нужно буквально маленькую капельку продукта, я сегодня даже старалась поменьше нанести. Надо еще меньше наносить. Расход минимальный. И очень было сложно выбрать какой-то цвет из тех трех, которые там есть, потому что все три очень классные. Сейчас думаю, что надо было, наверное, в общем-то все три цвета покупать. Потому что розовый и коралловый там тоже классные вообще. Называются, кстати, эти румяна Cheek Slime. Нормально они на мне совершенно держатся. Очень милашний вот этот вот дизайн. Классные оттенки. Действительно позитивные отзывы не только у меня. Поэтому если хотите попробовать, то в принципе могу вам порекомендовать. О! Еще следующий продукт мне тоже очень нравится. Но вообще в принципе они мне же все нравятся в этом видео. Я так сейчас удивилась, когда поглядела. Это тоже новинка. Это бренд RAD. Недавно тут в YouTube было такое супер расследование, что оказывается RAD это не Нидерланды, а Россия. О боже! Российский бренд. Слушайте, я только рада, что это все наши бренды. Я даже не сомневалась, что это российский бренд. И они недавно выпустили вот такой хайлайтер. Называется Synergy is our friend. Ну вот эти названия. Но это же сразу понятно, что это все, блин, наше придумывают. Оттенок у меня, по-моему, называется Champagne 001. На руке он, кстати, выглядит каким-то очень золотым. На лице, на мне, он выглядит супер натурально. И у него потрясающе. Вот у них какой-то есть прикол с отдушками в бренде, потому что у меня есть сухой хайлайтер от них. Он тоже очень вкусно пахнет. Этот еще вкуснее. Что-то такое, я даже не знаю, это какая-то вроде знакомая отдушка, но назвать я ее не могу. Что-то, наверное, сладко-цитрусовое. Это очень красивый натуральный хайлайтер для тех, кто любит такое деликатное, немножечко влажноватое сияние. Это реально трендовый продукт. Кстати, недорогой тоже какой-то. Я же себе все выписала. Сейчас я вам посмотрю, скажу, сколько он стоил. 480 рублей. Просто супер. Я люблю, когда вот такие вот хайлайтеры, которые как будто бы даже непонятно, это ты сам так красиво сияешь, или это ты что-то нанес. Вот в плане хайлайтеров я реально почему-то это ценю. Я не очень люблю вот это сияние, которое видно как из космоса. Не вот такая история больше по душе. Во всяком случае, на эту весну я прям огромное удовольствие получаю от использования этого продукта. Несмотря на то, что он бюджетный, мне при его использовании вспомнились жидкие хайлайтеры от Блэка, которые были в свое время какие-то супер легендарные, классные, ничуть не хуже. И сейчас, кстати, довольно редко мне встречаются хайлайтеры кремовые, которые бы меня не раздражали, которые бы классно выглядели и хорошо держались на моей коже. Вот это один из немногих. Дальше еще один очень крутой продукт от Сергея Наумова, который есть у меня сейчас в косметичке постоянно. Это жидкие тени в оттенке нюц. Абсолютно универсальный такой цвет. И это очень классная формула жидких теней, которые, ну, так легко тушуются. Вот просто любой сможет с ними подружиться, потому что их можно растушевывать прямо пальчиком. Нанесли каплю, растянули по всему глазу, и можно сделать вот такой вот тонкий эффект, такой искрящейся вуали. Или можно нанести вот так поплотнее и сделать такой металл-металл. Потрясающе тонкая текстура, очень дружелюбная. Я с этой стороны тоже чуть-чуть побольше добавлю. Она не сушит тонкую кожу век, а наоборот ухаживает за ними, потому что там содержится экстракт алоэ. Это очень дорого и красиво выглядит, и этим очень легко пользоваться. И самое главное, это единственные тени, которые на мне сейчас не скатываются. Несмотря на то, что у меня веки достаточно такие суховатые, они жирные, наоборот, вроде казалось бы, должно все прилипать, но нет, все тени на мне скатываются без закрепления, а вот эти на бегу я могу нанести и весь день спокойно вот так вот красиво проходить. Самый ленивый на свете, но при этом такой красивый, изысканный макияж и глаз. Ну, конечно, можно эти же тени использовать, в принципе, в качестве подложки, что мы сейчас с вами и сделаем, потому что дальше мы будем с вами наносить вот эту очень интересную, классную палетку теней. Как я давно хотела ее попробовать, наконец-то! Наконец-то я ее купила и уже оттестировала. Это бренд Clio. Упс, вверх ногами было. Мощная, кстати, упаковка, несмотря на то, что вот она такая вся пластмассовая. Это толстая, очень добротная пластмасса. Здесь у нас в комплекте идет кистюлина, в принципе, по-моему, по виду неплохая. Но самое главное, это вот эти вот оттенки. У меня палитра 11, и она такая красивая, безумно! Это прям те цвета коричневые, о которых я мечтала. В прошлом видео у нас была Katkin, и она вот... Мне хотелось, чтобы она была такая. Но она была не такая, если что. Хоть палетка и стоит 2700, мне кажется, что она прям этого стоит. Кстати, где-то на Style Korean, по-моему, она стоит еще дешевле. Так что, если закупаться корейщиной, то можно, в принципе, там. Там главное насобирать побольше для заказа, чтобы доставка была бесплатная. У меня есть вот этот любимый цвет в Modo Pop, и вот мне кажется, что это что-то очень похожее. Мне просто нравятся такие какие-то персиковатые оттенки. Еще очень классный момент в этой порядке, что здесь всего один сияющий оттенок, все остальное это матовые цвета. Это классно, что это к любому макияжу, потом такая базовая палитра, я вам сейчас покажу цвета. Они, конечно, похожи, ну, правда, но они какие-то очень прикольные. Это первый ряд, это второй, и еще вот самый темный цвет, и вот это очень красивая блестяха. Блестяха, конечно, такая совершенно корейская, которая не как маслица раскатывается, такая по веку, а такие сияшки, но очень красивые и деликатные. Мне, если честно, такая блестяха корейская, очень даже нравится. Текстура очень нежная, они прям на ощупь, такие кремовые. Я сейчас беру вот это самое светлое из всего возможного и наношу этот оттенок под бровь. Тушуется все очень легко, пигментация нормальная, она как бы не избыточная, но и не недостаточная. Очень все легко растушевывается, то есть, на мой взгляд, это максимально дружелюбные тени, с которыми действительно очень легко работать, особенно если у вас натуральные кисти. Давайте, кстати, попробуем, возьмем отсюда вот эту вот кистюлину. Тут искусственный ворс, но он очень-очень нежный. Возьму вот теперь вот этот оттенок. Я прям их все попробовала. Они, конечно, правда, на глазах как-то вот одно в одно как-то сливаются. А, кстати, неплохая кисточка, но не так легко тушует. Она уже так более пигментированно наносит, что, в принципе, может быть и неплохо. Вот этот давайте цвет с другой стороны нанесем. Прям такие прикольные коричневые цвета, которые то в шоколад уходят, то в персик. Так классно! Еще вот этот потемнее возьмем оттенок. Этот наоборот чуть-чуть уже холодный. Вот посмотрите, какой раз. Сразу видно, что прохладный. Ну, прикольная кисточка. Мне нравится, что она, правда, не слишком грубая и не слишком твердая, но она такая плотненькая. Поэтому все-таки вот такими пушистиками будет растушевывать легче. Ну, вот этот свой самый-самый любимый цвет отсюда я тоже возьму. Мне нравится, что можно просто в любом макияже использовать эти оттенки на бегу, на лету, просто подкинуть так вот навеки вот эти цвета. И они такие классные. Ну, это, конечно, мое какое-то личное предпочтение. Мне, правда, почему-то нравятся эти цвета. Именно этот персиково-коричневый оттенок. И я от него прям балдею. Если вам хочется более бюджетный вариант, то можно вот такую палеточку от Modo Pop купить, которая P03 называется. Вот эта палитра, она стоит рублей 500. Но здесь, соответственно, всего один матовый оттенок, зато три сияющих. Сияющие там такие, ну, достаточно своеобразные. Ну, тоже неплохие, на самом деле, как маслица. Здесь это вот такая вот сияшечка. Давайте я покажу вам ее навеки. Она очень деликатная. Это вот когда сияешь не на все деньги, а очень так эстетично, элегантно, что уместно в любом повседневном макияже. Не слишком ярко. Просто красиво, просто вот так вот деликатно на центр добавил. При этом сильно коричины в ней нет, но чувствуется, вот знаете, что там разноцветные искорки. То есть там не золотистые, например, блестяхи, а там что-то проскальзывает такое, как будто бы розовое, красное, что-то вот такое разноцветное. Преломляется, ну, прям симпатично. И давайте добавим еще самый-самый темный цвет. Можно, наверное, им еще стрелочки подрисовывать, дневные, если вы хотите, такие совсем уж деликатные, легкие, коричневые, чтобы не было сильно заметно. Мне что-то захотелось драматизировать сейчас свой макияж. Показать, на что способна эта палетка, что не только вот прямо легкость, какую-то нежность, но можно взять самый темный. Коричневый, в принципе, сделает что-то поярче. Это я сейчас делаю с помощью кисточки, которая идет в комплекте. Она меня приятно удивила. Видите, можно прямо достаточно темно подчеркнуть внешний угол глаза, можно также нижнее веко темным накрасить, можно внутренний уголок, а у вас будет тогда уже темный макияж. Не могу вот в этом моменте согласиться с тем, что корейскими палетками делаются только корейские макияжи. Нет, это все-таки зависит от ваших рук, от ваших инструментов, от вашей задумки. Вполне базовый европейский макияж или русский. С этой стороны тоже очень милая маленькая кисточка. Прям приятная. По-моему, можно оставить эту кисть и прорисовывать ей с удовольствием. Нижнее веко. Очень удобно. Так что сейчас это прям моя любименькая базовая палетка. Я, во-первых, правда, обожаю эти цвета. Уже в третий раз это сказала. Реально, вот именно такие коричневые мне сейчас очень нравятся. Плюс она действительно очень легкая в использовании. Можно буквально один цвет какой-то докинуть на глаза, и у вас завершенный макияж глаз. Очень красивый, блестяха эта классная. Вот это вот. Или с какой она у меня уже стороны. Я тут не очень помню и вижу издалека. Вот с этой стороны я правильно сказала. Вы бы видели, насколько я себя маленькой вижу. Просто как я делала макияж в маленькое зеркальце и через камеру. Иногда смотрю потом на видео и думаю, как я вообще умудрилась это накрасить. Практически, если честно, вслепую. Ну так к чему я? Да. Палетка замечательная. Очень интересно теперь попробовать в силу того, что я понимаю, что это за качество теней, что оно мне очень приятно и комфортно в работе, что это такая мягенькая текстурка дружелюбная, не слишком пигментированная, но и не слабо пигментированная. Прям вот как нужно. Интересно, что там с другими палетрами? Если вы пробовали другие палетры этой палетки, пишите, пожалуйста, в комментариях. Я прям не жалею, что купила. Давно мечтала. Взяла. Пользуюсь теперь с удовольствием. И также я попробовала вот такой вот новый Sparkle от Chic. Там вышел оттенок сияющий, светлый. Но я взяла вот этот Hadar. Честно, не сильно думала, что он мне понравится. Но я просто вот не могла его взять. Но такая вот, думаю, ну возьму, ну ладно. Ну потому что я люблю Sparkle от Chic. Но на самом деле он мне очень понравился. Он очень мягкий, нежный. В нем розовый, рыжий перелив, который мне сейчас безумно нравится. То есть он розовый, при этом чего-то в нем еще есть зеленоватое. И при этом у него есть еще что-то коричневато-красное. То есть это очень необычный цвет, который на камере, кстати, не передается. Он передается как какой-то голубоватый, наверное, да? В общем, такой он многогранный. Он прям прекрасный. Прекрасный цвет. И очень почему-то получился повседневный. И у меня есть сейчас какой-то вайп такой розово-персиковый. Мне нравится сочетание розового и бежевого сейчас. Я очень люблю персик плюс винный. А сейчас у меня вот эта любовь к розовому плюс персиковому или даже бежевому, можно сказать, вот этому какому-то оттенку. Но на камере, к сожалению, так не передается, правда. Я в жизни смотрю на себя, у меня розовые веки, а на камере смотрю, а они голубые какие-то. Так что я думаю, что вы тоже удивитесь. Вот больше похоже, как вот так вот. Вот так выглядит этот цвет в жизни. Чуть-чуть, правда, посветлее. Тоже можете удивиться, когда купите этот спаркл, если захотите. Стоит он рублей 800-900. На мне он не скатывается, очень хорошо держится, тем более на подложке вообще без проблем. Но это вот у меня какая-то есть особенность, что мне спарклы от шик, они реально подходят, они очень хорошо держатся. Это вот из-за того, что мы все такие разные, у всех как-то по-разному работают косметические продукты. Иногда хочется вам об этом напоминать, что когда у нас не сходится с вами, с кем-то из вас впечатление, ну, это нормально, потому что мы действительно разные, но в то же время я не могу рассказывать на канале чужой опыт. Я вам рассказываю, как косметика взаимодействует со мной, поэтому если мне что-то подходит и вам это подходит, есть надежда на то, что что-то другое, что мне очень понравится, вам тоже подойдет. И вы так более или менее можете по этим параметрам сориентироваться. Вот, так что мне новый спаркл от шик сильно понравился. Дальше будем с вами наносить сейчас стрелки, потому что стрелки это прям мой самый любимый весенний макияж почему-то. И я, конечно же, очень люблю делать их на бегу именно вот такой подводкой от Сергея Наумов. Здесь супер тонкая, упругая, классная кисточка, которая легко рисует любые элементы в макияже. В графичном макияже глаз, конечно, вот такой было сложно наносить, но можно прям тонюсенькую линию. Это очень удобно. И за что я ее супер люблю на повседневку именно, хотя и на вечерний макияж она, конечно, тоже подойдет, то, что ее можно поправлять. Если вы вдруг нанесете что-то неправильно, если вы, например, собирались сделать маленькую стрелочку, а махнули и нарисовали себе крыло, то можно с ней сделать шаг назад. В этом плане это просто уникальнейшая формула, что она сразу не застывает, но при этом очень классно и стойко держится. То есть она не застывает моментально, давая вам возможность поправлять. Сейчас, если я чего-нибудь накосячу, я вам покажу. Поэтому не страшно нарисовать стрелки, знаете, с утра, когда еще не до конца проснулся, потому что можешь их рисовать, рисовать, подправлять спокойно вообще, при этом она не портит, не захватывает тени. Это так классно. Я думаю, что особенно классно новичкам будет на ней тренироваться, потому что стер, снова нарисовал вообще. Я рисую такие достаточно низкие сейчас стрелки, мне больше так нравится, чем сильно восходящие. чтобы не подчеркивать нависание. И такую вот тоненькую линию я провожу по всему остальному веку. И очень получается она реально тонкая, благодаря тому, что это вот кисточка волосок. Это самая удобная кисть для того, чтобы рисовать стрелки, когда именно такая вот упругая, тонкая волосинка. У подводки такой классный матовый финиш. О, кстати, у меня появился косячок, который мы сейчас с вами исправим. Беру вот такую вот маленькую ватную палочку и просто, это, конечно, для меня до сих пор как чудо, просто убираю там, где лишняя подводка. Это настолько легко и просто. Даже когда вы не в духе, даже когда у вас руки-крюки, в этот день можно не бояться доставать эту подводку и рисовать себе стрелы. В конце концов, если не понравится, ну просто сотрете спокойно ватной палкой и дальше пойдете. Но экспериментировать с какой кончик стрелки сегодня хочется сделать, вполне удобно и клево. Так что это еще один очень-очень мой любимый продукт из бренда Сергей Наумов. Имейте в виду. Дальше я беру вот такой карандашик от Funky Monkey. Черный для глаз. Он мне тоже так понравился, так прижился в моей кисметичке. И я очень люблю то, что он, во-первых, такой мягенький, черненький, прям отличный у него оттенок. И, во-вторых, то, что у него есть это свойство не отпечатываться снизу на слизистой. Если особенно вот так вот сейчас активно и моргать, как я, то его можно вполне наносить сверху на слизистую, чтобы были красивые монолитные стрелки без дыр. И при этом он потом вниз не переползает. Если вот даже он сейчас у меня немножечко переполз, это потому, что я все равно рассказываю, моргаю. А так, когда я крашусь, я даю ему возможность немножечко посохватиться. И если он даже отпечатался, я его убираю, и потом он уже не переходит. В течение дня он уже крепко держится. Помимо инфлюенс, который я очень люблю, но который иногда не нравится, как сидит на глазах для чувствительных глазок, мне еще нравится Диваж и вот Фанки Манки. И, конечно, Би Калор, но он у меня пока только сливовый есть, я черный не брала. Вот это мои любимые четыре, получается, карандаша для глаз сейчас. А вот так вот я сейчас вот этот косяк карандаша не так уж и легко уберу. Это вам, конечно, не подводка. Котята, как бы было намного проще, если бы я просто села и рассказала вам вот так вот, показывая косметику, о том, как я ее люблю и какая она замечательная. Это было бы просто полчаса съемок, ничего даже монтировать не надо, выкладывай, пожалуйста, вот так. Но я пока что, если честно, не хочу так делать. Мне так хочется вам прямо рассказывать и показывать, чтобы вот это было максимально для вас полезно. Потому что говорить и в этот момент рисовать стрелки это очень на самом деле сложно. То есть я, когда рисую стрелки, я даже не дышу то, что не говорю. Ну, на других особенно. Потому что вот реально двигаешься, начинаешь тут фыркать, пухтеть, моргать. И весь этот процесс, конечно, значительно усложняется. Ну, в общем, честно, пока я сама себя когда крашу и при этом не говорю, фанки-манки у меня отлично на глазах ведет себя. Мне понравилось, что эти карандаши еще стали дежавле, потому что изначально я, по-моему, за тысячу рублей покупала. Сейчас они, по-моему, рублей 600 стоят, если не дешевле. 584. Так что люблю, использую. А дальше новинка. Вообще совершенно восхитительная. Вот это реально мне так понравилось. Это тушь. Она называется Панорама от Лореаль. Силиконовая щеточка-елочка. Возможно, кажется большой. Мне сначала показалось большеватой. Я такая, чего-то какая-то огромная щеточка. Но на деле, в принципе, она достаточно удобная. Опять же, если не разговаривать в этот момент активно, пользоваться ей достаточно легко. И я ни разу не заляпывалась. Кроме, как прямо сейчас, конечно же. Но не сильно. В общем, щетка, несмотря на свой размер, достаточно удобная, даже если у вас глаза, как и у меня, не очень большие. Даже нижние ресницы очень красиво прокрашивает. Чем мне эта тушь безумно понравилась? Она подходит идеально на повседневный макияж, потому что в один слой она вот так восхитительно выглядит. Она делает прямо такие отдельные, красивые, пушистые, длинные, загнутые, черные реснички и отлично держится весь день. Она не смазывается ни жиром, но водой, если заплакать, она, конечно, утечет, но это если прям сильно-сильно заплакать. А вот так вот, если с жидкостью ей не давать возможности сильно встречаться, то она держится феноменально и не размазывается и не осыпается никакими комочками. Вот просто вечером подходишь к зеркалу и там ничего, ничего под глазами не осыпалось, никуда не сдвинулось. Я это очень ценю в тушах, тем более, что для меня это почему-то не очень часто встречается, чтобы вот прям вообще вот так хорошо держалось, прям без каких-либо колыханий. И, конечно, эту тушу еще можно наслоить. Ну, в смысле, конечно. Вот она позволяет себя наслоить. И из-за этого, несмотря на то, что вот эта вот катышка, да, здесь где-то на щеточке, если вам было видно, на ресницах ни одного комочка я не видела, наслаивается без проблем. очень красиво. Я, кстати, прочитала отзывы о том, что, ой, такая потрясающая тушь. Типа, вот у меня есть любимая тушь Шик, а вот Панорама мне тоже понравилась. Я такая, в смысле? Что? Чуть ли не лучше, чем у Шик, моя любимая тушь. Она реально более стойкая. Короче, это просто очень крутая тушь. Это моя сейчас самая-самая любимая. Мне не все далеко туши в Лореале нравятся, и чаще всего мне не нравится тушь в Лореаль. Но это я прям рекомендую вам попробовать. Просто посмотрите на эти опахалу. И они, причем, достаточно разделенные. Слава богу, реальным без всяких комков. Очень приятно, легко наносить. Так что я была приятно удивлена. Тем более, что я покупала ее вообще за 700, по-моему, рублей. Сейчас она стоит практически тысячу. За эти деньги может быть, конечно, многовато. Но мне все равно кажется, что она очень классная. Ну, а дальше мы переходим с вами к губяу. И здесь я вам покажу тоже, опять же, новинку. Для меня новинку. Так это уже совсем не новый косметический продукт. И здесь внезапно вливается, врывается в это видео белорусская косметика. Потому что это карандаш Люкс Визаж Пинап Шоу. Пинап Ультрамат Шоу. Это Пинап. Ну да, действительно, Пинап это шоу, наверное. Но в данном случае это Ультрамат Пинап. 212 оттенок. Я прям за ним охотилась. Я его увидела в видео Екатерины, по-моему, Катерины Давыдовой. И я такая, какая красота! Просто такой цвет! И я давай его везде искать! Это просто была, опять же, любовь с первого взгляда. Тут, если у меня было что-то черное, извините, пожалуйста. Мне так понравился этот оттенок, и он реально в жизни оказался таким же красивым. Это что-то такое коричневое. Как бы и в меру драматичное, и в меру увеличивающий объем губ. Вообще, с этой серией карандашей мы, конечно, давно знакомы, она нам давно известна. Я уже даже не уверена, что 212 этот оттенок выпускается, потому что на сайте у самого производителя его не было. Я его нашла на мегамаркете, представляете? Откопала там у одного продавца. Если вам надо, то посмотрите у меня телеграмм, я там оставила в одном посте прям ссылку. Здесь я не буду помещать, потому что она вот такого размера, а там внутри поста она неплохо выглядит. Там у меня макияж губ с этим карандашом есть и ссылочки. Может, это какое-то мое индивидуальное предпочтение, но я, в общем, хрусь по этому цвету. Он подходит абсолютно к любым моим помадам. Он достаточно темный, но и в то же время не сильно темный. По текстуре, я думаю, что вы знаете, что это за карандашик. Он гелевый, он достаточно такой плотный, но при этом он приятный. Гелевый, как, например, любимые мои карандаши у Романовой, а не такие, как замазочные Vivienne Sabo. Химии не люблю, а вот такие вот мне очень нравятся. То есть, он вроде как бы плотный, но не как замазка, и он, конечно, стойкий. И сегодня еще один продукт от Сергея Наумова покажу, потому что это, конечно, для меня самые мои любимые блески для губ. Абсолютно точно. И у меня есть два новых оттеночка. Один называется DD, такой вот нежный коричь, а вот этот светлый потрясающий оттенок называется Boycott, и он такой молочный. Супер, конечно, нежный. Если его тоненько наслоить, то вы его практически не увидите, это будет просто такой вот бальзамный легкий эффект. Но если его подслоить, то он реально виден на губах как молочный цвет. Это, конечно, супер секси. Немножечко вайп 90-х, но я знаю, что вам такое вполне может нравиться, так что обратите внимание. А я этот макияж уже дополню вот таким вот оттенком DD. Он какой-то и коричневый, и немножко красный, и как будто в нем немного рыженького, что ли. В общем, сложный, красивый цвет. Можно этот блеск для губ наносить тонко, и у вас будет такой практически бальзамный эффект. А можно наслаивать, и будет глянцевый финиш, блестящий. Как вам комфортно? Потому что вот так это даже очень повседневный эффект. По ощущениям, этот блеск для губ, он похож на масло, потому что он совершенно не липкий. Но по стойкости это намного более мощная штука, нежели масло. Он крепче и лучше держится за губы, и потрясающее длительное увлажнение есть у этого блеска, что он выполняет не только роль декоративного продукта, но и продукта для ухода. Так что это, наверное, вообще продукт номер один, который я бы брала в бренде Сергея Наумов, но лично с моей точки зрения, хотя румяна тоже, знаете. Ох, ну конечно сложно. оттенков 5 этого блеска, но некоторые у меня уже заканчиваются, поэтому покупаю с огромным удовольствием, и у меня никогда не возникает вопрос, а что же мне нанести на губы. Ну и что касается закрепления, мне сейчас не сильно нравится прям вот поверх вот этой красоты всей, сияющей, наносить пудру, хочется ее так и оставлять, поэтому очень к тему мне пригождается вот такой спрей-фиксатор новиночка от Шик, я вам его уже показывала, но вот так вот реально и пользуюсь, он достаточно мелкодисперсный, приятно пахнет каким-то, не знаю, что это, цветочками какими-то. Вот так я его распыляю, достаточно щедро, жду, пока он усядется, и реально с ним вот все, что я нанесла, все румяшки, бронзер, хайлайтер, все вот, что на моем лице сейчас есть, хорошо держится в течение всего дня. Если же мне надо все-таки что-то закрепить, я вот сейчас посмотрю, даже пудра под глазами в принципе мне не нужна, потому что у меня консилер закреплен с помощью теней. Давайте я его сейчас обновлю, то у меня немножко какие-то блесточки понападали, пока я там с подводкой возякалась. Вот уже, кстати, застывает на мне спрей, я чувствую, что он засыхает, он, причем, интересно, он фиксирует, но он при этом увлажняет, это очень классное свойство, особенно вот сейчас при такой погоде, если у вас кожа тоже подсыхает, прям идеально. Даже мне хочется немножко подснять свой консилер, немного, естественно, кругов под глазами оставить, а то он прям тут классно все прикрывает. В общем, если мне надо что-то все-таки подрихтовать, припудрить немножечко, то я беру вот эту пудру, ну, реально, я в нее влюбилась, это Manly Pro, я вам про нее рассказывала, что он мне супер нравится, Magic Whale, я сейчас, кстати, только поняла, что у меня все, все продукты, кроме лореалевской вот этой палетки, ой, клеовской палетки и лореалевской туши, это все российские производители и белорусские. И вот эта пудра, это же все российские производители, как классно. В общем, эта пудра, и вы ее трогаете, она просто нежность, она сама нежность, и правда она, вот так мне сейчас больше всех и нравится, вот, кстати, мне зеркальце за эту свою скромную тысячу рублей даже зеркальце встроили. Так что реально магическая какая-то вуаль, которая не сушит нежную кожу под глазами, при этом отлично держит макияж в течение дня, если вам нужно наносить его на все лицо. Моей коже прям сильно понравилась эта пудра. Много за последнее время было классных пудр, чего уж тут скажешь, правда, но вот это мне приглянулось больше всего. И она такая легенькая, такая она маленькая, так удобно ее с собой брать. А сколько здесь, кстати, грамм? Ну, 4 грамма, да, это достаточно скромно, но все равно она мне нравится, правда, очень-очень крутая. Так что вот такой у нас макияж сегодня с вами получился. Это мой реально такой базовый макияж, если я хочу выглядеть как-то немножечко нарядно, но не too much, и я вот так обычно и крашу. Ну, могу что-то другое, конечно, накрасить, но это такой базовичок на текущий момент. Вся эта косметика мне супер-супер нравится, с огромным ее удовольствием использую. Если вы что-то из этого тоже используете, купили, пишите, пожалуйста, ваши впечатления, пишите, что у вас сейчас в весенней косметичке, самого любимого, чего рекомендуете попробовать. Пишите, конечно же, что протестировать в будущих видео, что вам сейчас интересно. Мы вас с теленочкой целуем и обнимаем. Надеемся, это видео было вам полезным и интересным. Ставьте нам, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, если еще не подписались и надеемся до встречи в следующем видео. Всем пока! Кто-то там носится, кто-то носится, кто-то там носится без тебя. Какая ты красивая, мне кажется, ты уже 7 килограмм весишь. Что-то вкусный корм наш теле так нравится, ест без остановки. Ой, довольная такая. До сих пор, кстати, подстриженная, красивая после кроминга.